Мой отец был врачом у Бандеры, подтверждает то, что он там был. Там надписи есть. Это вещь аутентичная. Это ему дарственная. Что там написано? Ликарю? Да, я вильперу. Но вот упал. Слышали, что один из ваших руководителей Украины, самостейный, публично призвал украинских врачей, к которым могут попасть наши раненые российские военнослужащие, чтобы наносить им вещи определенного характера. Вы слышали об этом? Слышал. Вы же давали клятву Гиппократу. Да. Начинали учиться вы все-таки еще при советской власти. Да. Ну, смогли бы вы нанести ему какие-то вещи? Нет. Ну, вот эти издания, например, про Бандеру, они как-то в официальной продаже или где? Нет. Они как-то распространяются между вами? Да нет. Ну, скеймеры будут распространяться. Вы где-то же взяли эту. Я ее покупал, да. Возьмите ее в руки. Что это? Покупали, да, ее? Да. А где вы ее купили? В отпуск я ездил, где-то на базаре. А куда? По-моему, сейчас скажу. Сейчас скажу. Не в Одессе. Николаеве. Николаеве, да. И что в этой книжке написано? Ну, так, в двух словах. Я ее не читал. И вас не смущает, что вот бюст вот этим нацистским преступникам, что они повинны в смертях огромного количества женщин, детей, просто людей, причем украинцев? Смущает. Смущает, да. Ну, все-таки что-то вот, какое-то противоречие все-таки у вас есть, какое-то внутреннее, ну и что вас заставляет все равно эти бюсты выставлять? Рабочий стол, а потом идти лечить людей. Вот как вот у вас это складывается в голове? Ну, честно. Не складывается. Складывается? Нет. Что вы думаете по поводу спецоперации, которая сейчас идет? Честно. Я против войны вообще, какой бы то ни было. У вас на столе одна война. Вот сейчас здесь ваши вещи, они только о войне. И вы против войны. Честно, вам стыдно или нет? Стыдно. Стыдно. Тринус. Стыдно. Стыдно. Продолжение следует...